Всем привет, с вами Голодный, и вот мы наконец-то добрались до DLC Bloodborne, которое называется Old Hunters, Старые Охотники. И пользуясь моментом, хочу еще раз поблагодарить Люгера, который является, можно сказать, спонсором этого прохождения. Да, ребят, кто был на прошлом стриме, тот знает, что он задонатил там 5000 рублей, что является очень большой суммой для меня. И также хочу поблагодарить Илью и Алекса. Весь прошлый стрим я подготавливался к DLC, и вот я готов. Для того, чтобы попасть в DLC, нужно убить Викари Амелию, и после этого во сне Охотника здесь появляется вот такая вещь. Глаз напившегося крови Охотника. Этот глаз нам и позволяет попасть в Кошмар Охотников. Глаз напившегося крови Охотника, сожжавшимся в точку и почти исчезнувшим зрачком, предвещающим наступление чудовищ. Говорят, что напившийся крови Охотник попадет в ужасный Кошмар, где его Охота будет длиться до конца вечности. Этой участи не избежать ни одному Охотнику. Ну что ж, отправляемся в Соборный Округ. Итак, сразу хочу сказать, что это у нас New Game Plus. Это у нас тот же самый персонаж, которым мы проходили сингл. Если кто не знает, то на моем канале есть полное прохождение основной кампании Bloodborne. Только этот персонаж был немножко подкачан в прошлом стриме, и сейчас у него 95 уровень. Много или мало это для New Game? Ну, для DLC возможно даже будет и не так уж и много. Так как у меня, по-моему, больше 50 или 30 озарений, я уже не помню, я могу видеть Амигдалу даже до убийства Рома. То есть я настолько прозрел, что я могу видеть то, чего не могут видеть многие. Раньше Амигдалу нас убивало. Итак, мы попадаем в Кошмар Охотника. На первый взгляд, эта локация очень похожа на Церковь Одина. Но это только на первый взгляд. И, кстати, запомните тот диалог, который прозвучал после того, как нас схватил Амигдала. Кто-то кого-то проклял. За что и кого мы узнаем в процессе прохождения этого DLC. Итак, Бешеная Кровь. Если кто не помнит, это отголоски. Я сам уже много чего подзабыл с момента прохождения основной кампании. И, возможно, могу путаться в некоторых терминах, особенно после прохождения Dark Souls. На нас сразу же нападает Охотник. Да, здесь мы будем встречать очень много Охотников. И, если вы заметите, эти все Охотники, это старые Охотники. Которые были еще под предводительством Германа. Если вы помните, то было несколько мастерских. Точнее, их было две. Старая мастерская. И мастерская церкви Исцеления. Колпак Старого Охотника. Здесь мы будем по кусочкам собирать сет Старого Охотника. Давайте почитаем его Колпак. Колпак Старого Охотника. Старая охотничья шляпа с широкими полями, которые скрывают пронзительный взор. Давным-давно, когда охотники встречались на каждом шагу, такие шляпы носил каждый второй. Да, это старая одежка старых Охотников. Которые практически все попали в кошмар за то, что были Охотниками. Это у нас материал для апгрейда. Здесь много различных закутков, где я могу что-нибудь упустить. Особенно учитывая то, что в DLC я проходил очень давно. И здесь у нас вещичка. Но давайте сначала разберемся. Охотники охотятся. И как вы можете увидеть, у этого Охотника есть оружие, которого у меня пока нет. Охренеть. Их достаточно сложно, кстати, парировать. Да. Надавал он мне по мордасам. Ладно, все-таки сходим сначала, возьмем предмет. Перчатки Старого Охотника. Не очень удобное место, чтобы с ним там сражаться. Давайте его попробуем вымодить на более открытую площадку, что ли. Да. Да. Есть охотники более прочные, есть более слабые. Перчатки Старого Охотника. Старые охотничьи перчатки, сделанные из меди, чтобы защитить руки с оружием. Когда-то охотники верили, что некоторые металлы могут защитить их от воздействия крови чудовищ. Когда начинается охота, отличить правду от суеверий бывает непросто. Да, похоже, это было всего лишь суеверие. Так, внизу мы были, мы дошли до этой закрытой двери. Нам нужно обойти ее. Как вы могли заметить, весь Кошмар Охотника это... Это смесь церковного округа... И Кошмара. Кошмара, пределы Кошмара, где обитала Мигдала. Весь церковный округ как бы искажен. Так как все Кошмары... Это как бы сопоставление реальных мест теми, кем этот Кошмар был создан. То есть, если этот Кошмар был создан охотниками, то они... Можно сказать, это место было восстановлено по их воспоминаниям. Не совсем точно, но сходство есть. Здесь будет не только церковный округ, но и... Но и сам Ярнам. Можно отравить того Охотника на этих чудовищ. Пусть он там немножечко с ними повоюет. Но как-то что-то он... Не особо реально с ними хочет воевать. Ну вот, начал вроде немножечко их раскидывать. Там выходит еще один Охотник. И что-то здесь становится очень жарко. Пожалуй, я немножечко отойду и посмотрю, что будет. Не ожидал, что еще и второй сюда подойдет. Похоже, эти чудики не нанесли даже этому Охотнику ни миллиметра дамага. Черт. Мне становится страшно. Возможно, он отойдет после того, как закончится. Застанил и успел. Тот Охотник, во-первых, он обладает очень классным оружием, уникальным оружием. К тому же, он еще и очень сильный. Не получается его застанить. И против двух это верная смерть, поэтому... Придется отступить. В полете. Да. Не совсем я так планировал... Проходить это место. Но, похоже, они сюда не особо... Горят желанием бежать. Хидрен потом. Поджег. Фух. Пузыри. Пузыри. Еще пузыри. Так. Здесь я уже собрал перчатки. Ну ладно. Продвигаемся дальше. Здесь у нас... Ну ладно, внизу мы сейчас соберем. Давайте сначала соберем то, что наверху. Собаки. Они здесь без шерсти и полностью в краю. За что собак-то в кошмар? Возможно, что охотники использовали собак в своей охоте. И, похоже, им тоже досталось. Мне кажется, он сказал... Ой, блядь. Мне, конечно, могло показаться. Хершинник. Куда... Ну-ка. Да, на New Game Plus, конечно, такие вещи, как различные коктейли. Другой арсенал становится абсолютно бесполезным, потому что... Наносит очень мало урона. Так, ладно. То нам пока наверх не пойдем. Здесь, кстати, пушка стоит. Но она здесь не активна. Артутные пули. А нет, она активна. Все правильно. Только здесь, по-моему, нужно было, да, нажать на кнопку. Так, здесь вроде со всеми разобрались, и можно немножечко пошариться. Да, это центральная площадь церковного округа. Так вот она теперь выглядит. Так. Здесь вещичка. Там я вещичку забрал. Ну ладно, давайте вот тут заберем. Да, это всего лишь осколки кровавика. Придется сделать еще один круг. Так, а вон еще одно тело пропустил. Бешеная кровь. Так, внизу вроде все. Центральные врата, которые охотники запирали, когда уходили на охоту. Так, здесь у нас... Можно спуститься здесь. Открыть эти врата. Кто-то в нас поливает. Ну, давайте сначала сходим туда вниз и откроем врата. Штаны. На все стороны равны. Это шорткат. Можно их не убивать. Халявные души никогда не повредят. Точнее, отголоски крови. Так, еще один охотник. Похоже, он нас не видит. Здесь, чтобы сделать бэкстеп, нужно сначала провести накопленную атаку. Я все время про это забываю. Но этот охотник слаб. Он из себя ничего не представляет. Так, тот предмет можно взять, только упав сверху. Здесь у нас еще одно тело и коктейль молотва. Так, здесь внизу я уже все собрал. Так, мы, кстати, подняли штаны. Давайте сразу прочтем. Старые охотничьи штаны, защищавшие охотников от когтей чудовищ давным-давно. Много лет назад охотники верили, будто первой кровь зверя поражает правую ногу. Это объясняет двойной кожаный пояс. Да, похоже, первые охотники были очень суеверны. Пузырь крови. И отсюда можно упасть вниз и собрать предметы, которые лежат там внизу. Но нужно быть осторожным. Там очень сильно охотник охраняет все это дело. Так, ну ладно, пойдем, что делать? Можно его не убивать, просто стащить у него предмет. У меня осталось 10 пуль. Не так много. И вон тот предмет очень важен для нас. Кстати, а где охотник? А вот и он. Падает сверху и очень сильный. Давайте заберем предмет. Убийца чудовища, это новое оружие. Попробуем зайти к нему с тылу. Не вышло. Получается его запарировать. И опять не получается запарировать. И он меня скидывает куда-то к чертям собачьим. Похоже, сам падает. О-о-о! Меня прикрыли, но... Кажется, он скорбит о своей. Конец-то. Фух. Ну, как вы видите, он очень похож. И даже... Два репоста его... Не останавливают. Ну, и он дает паразита, да. Паразит это новая вещь. После определенного паща появился новый ковенант. Ковенант лиги. Которого я показывал на стриме. Так, сейчас я прочиту. Ковенант лиги. Вот это как раз руна, которую мне дал предводитель ковенанта лиги. Я не помню, как его уже зовут. Руна Кэрила, передающая звучание нечеловеческих звуков. Это найдено в очреве пожирателя. Чудо и чуруна символизируют нечистоту и клятву лиги. Союзники лиги помогают охотникам из других миров и объединяются, чтобы нести смерть паразитам. Паразиты являются результатом человеческой безнравственности и источником их скверны. Их надлежит изводить смело и решительно. И вот как раз одного из паразитов я нашел. Паразит, напоминающий многоножку существо, которое нашли охотники лиги. Паразиты являются результатом человеческой безнравственности и источником их скверны. И видны только взору союзников лиги. Задачей лиги является их полное уничтожение. Быть может, их безумие милосердно. Те, кто хочет видеть паразитов, их видят. А те, кто решается на это добровольно, получают в жизни новую цель. Чтобы получить повышение в ковенанте и получить дополнительные предметы и жест, нужно поуничтожить сколько-то там, 10, по-моему, паразитов. Возможно, больше, я уже не помню. Так, ну что, оружие мы там забрали. И, в принципе, там больше ничего не отдать. Давайте еще немножко встанем на высоту и немножко осмотримся. Возможно, я где-то что-то пропустил, но, по-моему... По-моему, мы все забрали. Я получил новое оружие. Которое называется «Убийца-чудовище». Хитрое оружие, которым пользовались старые охотники. Этот массивный железный тесак способен разрубить даже самую прочную шкуру. При трансформации он делится на несколько лезвий меньшего размера, которыми можно орудовать как тяжелым хлыстом. Это простое оружие, которое полагается на грубую силу своего владельца. Вряд ли его можно назвать изящным. Давайте его поставим, просто я покажу его в действии. Вот так оно выглядит. Достаточно громоздкое такое. Такие у него удары. Но, когда его раскладываешь, оно выглядит вот так. Медленноватое оружие. Я его ставить, конечно же, не буду. Здесь у нас ловушка, которая нам немножечко поможет. Но, блин, не всех докатала. А здесь у нас одеяние старого охотника. И вот мы собрали полный сет. Старая охотничья одежда. Однажды все охотники исчезли, и обитатели Ярнома стали шептаться о том, что охотников настигла кара за их грехи. Опьянев от крови в погоне за чудовищами, все охотники до последнего сгинули в бездне кошмара. Но тут уже становится немножко ясно, что некое проклятие было наложено на охотников. Кто и за что на них наложил это проклятие. Узнаем немножко позже. Здесь звенит колокол, и открываются врата, откуда выходит нечто огромное, и кладет там всех. Коктейль. Еще одно тело охотника. И это чудовище очень противное и очень страшное. Водеяние церкви исцеления. Твою мать. Бежим. А теперь реально бежим. Давайте я сразу сбегаю. Я сбегаю за предметом, который здесь лежит в церкви исцеления, в главном соборе церкви исцеления. И здесь в реальном мире был череп Лоренса. А здесь некое горящее чудовище. Сначала было страшно подбирать эту подвеску, так как всегда казалось, что оно вот-вот проснется. Подвеска в форме глаза, она дает доступ к алтарю хирургии. Во сне охотника два собора. Один расположился за рекой крови, а во втором находится зал исследований, церкви исцеления. Только избранные члены церкви исцеления и их многострадальные пациенты могут войти в зал исследований. И в кошмаре охотник раскрывается, чем же все-таки втайне занималась церковь исцеления. Точнее его высший состав, хор. Блин, только половину жизни ему снял. Блин, нихрена не вижу. Из-за этой души. Блин, меня убивают. Блин, очень быстрый и очень смертномолзный. Убивать его абсолютно не обязательно. Максимум за него, что интересно могу дать, это какой-нибудь самоцвет, который можно вставить в оружие. Давайте по-быстрому набежим. Ой. Так, парень, ты мне не нужен. Не хочу заострять на тебе внимание. Ну, а топор, конечно, кратковатое оружие. Зато очень быстрое. Ладно, не будем трогать этого здравика. А, нет, придется. Там же мои души. Блин. Интересно, у кого теперь мои души? У одного из этих... Бедолаг, который пытается убить это чудовище. Я хотел запарировать, но по-моему, это... По-моему, это... Блин, твою мать. Тварь. По-моему, его не остановить. Ё-моё, ктулху. Где мои души? Кто мне подскажет? В Бладборне немножко иная система подбора душ. Нужно... Убивать тех, кто неподалеку мог их скушать. Но у того неподалеку должны гореть глаза. Но что-то не вижу я у этого парня горящий глаз. Значит, мои души у кого-то другого. Отвратительно. Ухренеть! Он еще и сюда может заходить? Ну, это уже перебор. Блин, третий удар. Еще же у тебя есть. Тут... Тут хватит звенеть. Я от него даже увернуться не могу. Это ужас какой-то. Да. Даже увернувшись, он все равно меня достает. Вот этим сплэшем колокола. Мама! У тебя там что, бесконечная стамина что ли? Ну все, ты меня вывел. Оу, жесть! Да, у него были мои отголоски крови. Шесть пузырей, кровь... Шесть пузырей и больше ни хрена. Ребята, не убивайте его. Не парите себе нервы. Это очень отвратительный противник. Наверное, самый отвратительный из всего DLC. Фух, я аж вспотел. Блин, столько времени на него запорол. Здесь у нас стоит танка-пулеметщица. Сами пулеметами. Можно прятаться. Ну, здесь у нас еще один пулемет. Тоже нужно вырубить. Да, даже обычные уже пиосанты какие-то мощные. Оу, блин, там еще один пулемет. Про него я забыл. Как он меня запутал? Блин, так все хорошо начиналось. Если вы могли заметить, здесь, как ни странно, труп амикдалы. И этому, возможно, есть некое объяснение. О котором я расскажу позже. Когда мы будем продвигаться по этому кошмару. Что здесь делает труп амикдалы. Фух. Так. Здесь, насколько я помню, будет засада. Да, там еще и охотник. И эти парни кидают новые бомбы. Бомбы с часовым механизмом. Здесь много коктейлей молотова. Можно их покидать. Черт. Поиграем в горячую картошку. Блин, до тех двух сзади не достаёт, что ли? Еще один пузырь. Еще один охотник. Вау. Рана. Рана. Да чтоб тебя! Почему? Вроде кажется, что парирование должно было сработать. Но она не срабатывает. И опять не срабатывает. Есть. В самый последний момент. Надо его ловить. Ну, это немножко попроще, чем тот, который охранял оружие. Три пузыря. Компенсирует более-менее. Компенсирует моей потери бутылок. И теперь мы попадаем в часть кошмара, которая похожа на сам Ярном. Пять. Так, здесь у нас лежит только один предмет. И это... Осколки кровавика. Этот дом нам знаком. Да, он был в Ярном. Он все так же темный. Здесь у нас коктейль молотва замедленный. Ух ты! Клонился. Ничего не дал. Так, здесь можно спуститься вниз по лестнице, либо сразу упасть туда вниз. Лучше сразу упасть туда вниз, чтобы забрать предмет. Цилиндр старого охотника. Да, у сета старого охотника целых два колпака. Старый охотничий цилиндр покрытый пятнами высохшей крови. Давным-давно, когда охотники встречались на каждом шагу, такие шляпы носил каждый второй. Давайте наденем, что ли. Физическая защита, конечно, не к черту. Вот так я теперь выгляжу. Так, вернемся пока в наш дом. На первый этаж. Очень темно, нам понадобится факел. Здесь типа был раньше пулеметчик, но теперь он как бы мертв. И убить его нельзя, но... Это обманка. Которая может стоить вам жизни. Так, ладно, я подобрал два новых оружия. Это был коктейль молотова. Замедленный особый инструмент в арсенале охотника, изготовленный пороховыми бочонками, еретиками мастерской. Эти коктейли молотова падают на землю и взрываются через некоторое время. Поистине жаль, что такое чудесное оружие подлежит уничтожению каждый раз, когда охотник прибегает к этому неуклюжему инструменту. Тем не менее, подобные вещи высоко ценятся немногочисленными охотниками, которые предпочитают обманом убивать жертв. Гремучий молот. Хитрое оружие старых охотников, изготовленное еретиками мастерской пороховыми бочонками. Огромный молот, снабженный крошечной домной. Если ее разжечь, она испускает языки пламени и взрывается при каждом ударе. Гремучий молот ломает чудовищем ребра, а потом сжигает их плоть. Его грубая простота пришлась по вкусу охотникам, питавшим к своей добыче особую сильную ненависть. Да, похоже, что старые охотники использовали очень жесткое оружие против своих жертв. Так, и здесь сейчас у нас будет встреча с очень опасным противником. Вы можете вспомнить это место. Здесь находился самый первый фонарь и самый первый NPC, с которым можно было пообщаться в окне. Я уже забыл его имя, но он со временем превращается в чудовище, но успевает дать нам огнемет. И здесь как раз стоит очень страшное чудовище. У него огромное количество жизни. Справиться с ним очень тяжело будет. Его, по идее, можно даже отравить. Кстати, у меня есть отравленные ножи. Только еще попасть надо. Есть. Один нож попал. Но одного ножа недостаточно. Двух ножей недостаточно. Капец, он там прыгает. Ну вот, я его отравил. Но, как вы можете заметить, у него огромное количество жизни. Да, своим криком он отталкивает меня. Не получается эту тварь запарировать никак вообще. Блин, из-за этой колонной, кажется, я сейчас могу умереть. Давай. Нет, никак. Ладно, придется. Обычные методы. Давай. Лови. Зараза. Вот нельзя, блин. От всех ножей моих увернулся. Но от этого ты точно не увернешься. Очень резкий. Нет, 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 нет. Попав хотя бы под одну серию. А, патронов нет. Твою мать. Гребаная колонна и гребанные патроны. Так, ну ладно, дубль два. Теперь давайте угадаем, у кого могут быть мои души. Это же нечестно отдавать. Мои души такому засранцу, как он. Зажал немножко в углу. Блин. Давай выйдем на какую-нибудь более... Большую площадь. Бесполезным занятием занимаюсь. Пытаюсь его травить. А вот, кстати, мои души лежат. Через раз попадаю, потому что он там сбивает уклоняться. Ау. Тихо восстановить. Да, вот этот прыжок, это его, можно сказать, ахиллесова пята. Для него можно его бить. Да. Превращается в человека, ему нравится. Значок пылающего молота. Значок пылающего молота. Значок, изготовленный в мастерской ОТО, позже ставший пристанищем еретиков, называвшихся пороховыми бочонками. Пороховые бочонки были одержимы странными идеями и работали над своеобразным и удивительным оружием. Несомненно, на момент создания этого значка они уже успели заложить основы своей философии. Если вы помните, то вот различные значки дают нам в продаже во сне охотника различные новые оружия, новые предметы. И значок, этот значок дает нам оружие старых охотников. Здесь больше ничего нет. Здесь завал. Где был проход в Ярном. И вот это самое окно. Мастерская ОТО. Интересный лор. То есть, получается, еще до пороховых бочонков была некая мастерская ОТО. И вместо канализации здесь реки крови и горы трупов. А где море крови, там обязательно будут кровососы. Так как охота здесь идет бесконечно, здесь скопилось просто огромное количество трупов и крови. Так, 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 не все сразу. Да, клюет с этой яростью, которая может отравить. Так, мешаются надгробия. Отвратительные существа, у которых даже нарисовали анузды. Все-таки японцы есть японцы. Два удара прошли в молоко. Не хотел я туда заскакивать. Да отстаньте вы от меня. Блин, фига они поливают. Как из бронзбойта. Попробовать силовую атаку сзади. Особенно, когда он так вот... На! Ох, нифига! Вот это удар. Еще и лягаться умеет. Наши старые добрые кровавые ящерки. Тусок кровавик, отлично. Здесь у нас ядреный охотник с гатлингом, чтобы лоим его на перезарядке. И даем ему по зубам за это дело. Но он тоже непрост. Блин. И помимо гатлинга имеет также и холодное оружие. А, я же с факелом в руках. По-моему, у него пилоштык. В арсенале. Да, сносит приличное количество здоровья. Хотел уже начать меня поливать. Сок пулемета. Имеет огромное количество здоровья. К тому же еще и сволочь лечится. Ну, вообще замечательно. Все мои старания были напрасны. Нифига себе размен. Нет, на такое я не подписывался. Да, самое главное против него тактика это бегать вокруг этого... ...вокруг этого столба. Как вы уже поняли. Так, я надеюсь, ты больше не будешь лечиться. Охренеть. Да умри ты уже. Фух, смолочь. Пулемет гатлинга. Так. Да, DLC дает попотеть, конечно. Так, ну давайте почитаем. Пулемет гатлинга. Это уменьшенная копия стационарного пулемета, принадлежавшего старому охотнику Джури, родом из старого Ярнама. Им часто пользовался младший из трех спутников Джуры. Пулемет выпускает снаряды с невероятной скоростью, но изрядный вес и огромный расход ртутных пуль делают его относительно непопулярным оружием. Одного из спутников Джуры мы видели в старом Ярнаме. Кто-то, похоже, второй. Здесь просто огромное количество трупов. Так, лучше сюда пока не падать. Лучше это место обойти с другой стороны, потому что здесь здесь очень много страшных тварей. Пусок кровавика. Забрался в какую-то Клоаку. Ну, боится огня. Или заманивает меня куда-то. И здесь мы можем видеть, кого бы вы думали. Да, нашего старого доброго кровоглота. Только здесь он немножечко похудел. Жизнь у него поубавилась. Ну, он все-таки же чокнутый. Нельзя убирать факел, потому что тогда я не смогу на него навестись. Вау! Все-таки поцепил. Куда-то. Мы еще не закончили. Блин, сколько же у вас тут у всех жизни-то, а? Самоцвет, оттенка свежей крови. Два одинаковых кровавика. Еще. Ужасная картина. И длань Амигдалы. Длань Амигдалы. Рука Великой Амигдалы. Небольших размеров. Строго говоря, длань Амигдалы нельзя считать хитрым оружием, но некоторые безумцы используют их вместо дубинок. Длань Амигдалы напоминает массивную костяную палец, но если ее раздвинуть, она начинает дрожать, как если бы до сих пор являлась частью живого существа. Да, забавно использовать лапы Амигдалы как оружие. Что ж, здесь нам больше делать нечего, и можно отсюда валить. Фух. Отвратительная пещера. Так, ну что, надо уже добраться уже наконец-то до шортката. Здесь еще дохренища этих травососов, но можно их не убивать. Здесь наверх. У меня пистолет. Здесь еще несколько охотников. Они, можно сказать, такие простые охотники, можно сказать, как обычные противники. Черт, там еще сзади один. Это может плохо кончится? Блин! Что-то сегодня мне как-то невидят. Нет, 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 еще раз нет. Зачем я вообще с этими связался? Ой, блин. Нашел себе на жопу приключений. Их вообще было не обязательно убивать. По-моему, они там что-то охраняют. Куда ты бежишь? У нас вообще по одному как-то можно отсюда вытравить? Да, ничего там нету. Просто охраняет проход под мостом. Ну вот, меня еще и отравили. Да ты че такой шустрый? Они читают мои мысли. Когда я начинаю атаковать, он начинает отходить. Самоцвет. Ради этого и стоило его убивать. Да блин, все-таки нанес мне лошадиный свой удар. Еще один самоцвет. Так, туда мы пока не пройдем. Нам нужен шорткат. Очередной поклонник. Телемолотова. Слушайте, ребят, что-то у вас слишком много. Давайте-ка я сбегаю, шорткат открою. А то я уже устал с вами бороться, и 200 тысяч душ, надо куда-то их засейвить. Ты-то удастся, и удастся, и удастся, и удастся. Ты видел их раньше. Несколько, тревожные, хунтеры, славы, как бестры. Это то, что плохие беды нужно смотреть вперед. Так что, не будь бешен. Заткнись, пока что слишком поздно. Если у тебя что-то интересное в ночь. Меня очень интересуют кошмары, но нет, меня это не интересует. Да, как это должно быть. Хунт твои beasts и не думай о секретах в ночь. Это очень хорошо, что хунтеры может сделать. Просто не дайте кровь intoxикать тебя. Что теперь? О, я думаю. О, я вижу. Вы слышите секрет в ночь в ночь, и не забывай, как будто бы. и не забывай. Как будто бы. Бергенверт живет в тебя. Такие инквизитивные хунтеры будут преликовать в ночь. Но забывай. Секреты — секреты — не забывай. Неблаговидные секреты. Неблаговидные секреты. Он, похоже, является старым охотником, но который еще остался в своем уме. Тогда как он попал в этот кошмар. Открываем шорткат и возвращаемся в сон охотника. Ну что ж, на этом мы заканчиваем прохождение первой серии Bloodborne of Hunters. Надеюсь, что следующая серия не сильно задержится. Ну а с вами был Голодный. Всем до скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok